От жизни от жизни. Это прекрасно. На самом деле, очень достойный ответ. Да, я бы хотела бы ответить. Я хочу жить. Как и все, наверное, однако. На самом деле, меня удивил список... Это все неправда. Мне вчера так же нет рассказания. Это иллюзия. Смотри, как ты сам себя чувствуешь? То есть, в первую очередь, что бы ты поставил? Ты как бизнес-тренер? Или писатель? Или учитель? Или основатель физики сознания? Ну, если честно, я не знаю, кто я. Да? Мне в этом так легко. То есть, я знаю, что я делаю. Что я могу, чего я хочу. В каждом у меня времени. А вот, кто я, что я... Это такой вопрос, который... То есть, ты скажешь, кто я... Не стоит ответ. Как должность, какую ты имеешь в виду, кто я? Нет. Нет, вообще. Ну, а вот любой ответ ты вот сейчас назови. Ну, кто ты? Кто ты, да? Журналист, радиоведущая. И все. И тебя сразу ограничивают. Определяют пранки. А, то есть, ты считаешь, что нужно ограничиваться? А мне не хочется пранки. Я даже не считаю, мне не получается. Угу. Так. Ну, хорошо. А что тебя такое вдохновляет? Любовь. Раскрытие сердец у людей. Когда я наблюдаю, как у них истина внутренняя открывается, они начинают говорить со слезами на глазах. То, что всегда внутри чувства, они не могли выразить. Когда чувства возвращаются. Когда жить становится звук уже большой. А вот когда ты понял, чем ты хочешь заниматься в жизни? То есть, когда ты понял, что пора людям раскрыть сердца? С утра. Сегодня. Вот. Нормальная тема. На радио. Нет. Ну, вот как ты понял, когда что людям нужно раскрыть сердца и вот открыть эту любовь? Ну, у меня другое отношение к осмотру. У меня нет такого, что я понял и вот иду, да? И делаю, и вот у меня есть цель. Я каждый день заново понимаю, что я сегодня хочу. И что сегодня мне жизнь дает. И вот я в этом, да. А это можно назвать философией жизни? Философией можно назвать все, что угодно. Вот. Но это скорее сама жизнь. Чувствование внутренней истины, потока. Ну, мы знаем, что каждый по-своему чувствует эту жизнь, да? То есть, у каждого есть свое понимание, свое восприятие, свои рамки. Ты говоришь, что у тебя их нет, правильно? Или все же они есть? Когда я их осознаю вдруг, я не говорю, что у меня их нет. У меня есть тело. Уже какая-то рамочная конструкция. Когда я их осознаю, как рамки, они растворяются. Вот. И я выхожу в новый шорт у себя. На самом деле интересно. Тебя называют как специалист по аспектам человеческой жизни. Вот это очень... Я такого еще ни разу не слышал. Ну вот не знаю, про тебя так пишут. А что еще про тебя пишут? И что еще ты можешь нам рассказать? Мы узнаем совсем скоро. Вам пока музыка. Вам пора, девушка. Для гетто. I am good. В гостях автор курсов, преподаватель, писатель, консультант и бизнес-тренер Сергеич Дамлатов. Мы продолжаем. И опять у нас столько вопросов... Это все неправда. Только что ты садишь, это все неправда. А это сейчас мы были с ним, да. Правда это или нет? мой вопрос что значит физика сознания есть сознание наука на самом базовом уровне самые главные законы вот физика изучает и сознание сознание это то как мы воспринимаем через что и чем мы воспринимаем мир и поэтому его творим наши первые наши желания наши обычные жизни все любовь а это просто такой вход для умных и богатых на самом деле очень интересно потому что я в принципе физик и я заметила что последнее время заметила что многие связывают реальную науку сознание жизни как-то вообще понял что пора это связать квантовая физика всегда это связывало самое базовое когда в детстве читал сказки или слушал их когда там три желания одно желание 7 желаний вот они ограничены и надо выбрать какие желания и я ходил в недоумение чем происходит одно желание всего одного желания достаточно такого чтобы все мои желания исполнялись но желание это базовая структура сознания на самом деле когда мы говорим сознание это не значит это мысленный ряд это не значит то что мы осознаем сознание это более широкая штука когда мы говорим я мыслю значит я существую в оригинале там какие-то эрго сумм декарт и карт имел ввиду всю глубинную нашу подноготную то что сейчас называется психологии подсознанием том числе наши верования убеждения неосознаваемо наше желание чувство и последнюю чуть наши мысли то есть всю эту всю эту систему которая воспринимает и как ванда физика нам сегодня и одновременно сотворяет нашу реальность а только что объясню мыслить не страшно работает все на глубинном уровне у меня вера другая верование мои изменены традиционное верование это то что мир объективно существует независимо от нас и мы подстраиваемся боремся и проигрываем эту битву моя вера она вера в то что мы творим свою реальность из глубин своего сознания надо разбираться со своим сознанием и со своим состоянием тогда реальность не нужно будет управлять ее не нужно будет ее побеждать я подумала что побольше своих желаний которые исполняются возможно они нам не нужны а вот я человек который вообще разбирается физики раз уж мы заговорили интересно любовь можно объяснить с точки зрения физики биологию управляет химия химия управляет физика физикой управляет любовь математика описывает это точный язык истины как и поэтика поэтику и математику поэтика как математика это доступ к истине я не сказал что мне религиозный смотри ребята вот я вам сразу объясню с точки зрения квантовой физики в прошлом году состоялась революция квантовой физики благодаря подтверждению нобелевским премиям отдельных открытий и в квантовой физики на уровне научных концепций а сформировалось такое такое направление окружать если интересно погуглите но там я сейчас дословно практически процитирую формулировку каждый человек является агентом своей реальности агент значит действующий фактор формирующий и в твоей реальности с наибольшей вероятностью происходит то во что ты веришь настолько что готов поставить на это деньги в твоей реальности происходит с наибольшей вероятностью то во что ты веришь настолько что готов поставить на это деньги это не это западная концепция там сильно все верят деньги мы на самом деле тоже уже близко к этому подобрались но это вот как бы как бы высокая высокая стоимость должна быть высокая цена когда ты платишь за свою веру в нашем случае конечно но и случайно ставлю жизнь но суть в другом не деньги там или жизнь а суть в том что ты ценностью чего-то определяешь значимость то есть если ты веришь во что-то настолько что готов что-то значимое за это отдать или на это поставишь это будет вот так то это происходит эта физика может что солнце светит не потому что она светит физические химические процессы до происходит а потому что мы верим в это настолько мы уверены что мы сегодня светит и завтра будет светить и она поэтому светит вот так бывает сегодня квантовая физика-этажно мне уже нравится у меня во карту Что ты скажешь на это? Все, что имеет цену, уже дешево. Любая выраженная мысль имеет право на существование. Мне кажется, это нет смысла обсуждать. Слушайте, ребята, ты просто человек-цитатник. Вот вы бы видели сейчас мое лицо, а у меня открыт рот, и он просто нижний губернатый мастер. А мой выбор, профессиональный путь. Из десяти, потому что это просто нереально развернут ответы, сопровождающиеся моим открытым ртом. Ну то что, продолжим немножко. Поговорим о вас. Прочитала я, значит, тут опять скажу, что неправда. Но нет, я думаю, что это правда. Что за образование в университете единственного в Индии? И почему Индия? Я где-то в 30 с копееками лет понял, что у меня есть все, но я несчастлив. И вот тогда я был предпринимателем, тогда я был и бизнес-тренером, и преподавателем. Это было давно. Поэтому сейчас неправда. А тогда я понял, что я несчастлив, начал искать, ну, открыл глаза, увидел, что у меня координаты одна в жизни. Чувство долгое. Что я не знаю, что такое радость. Вдруг у меня открылась такая новая координата радость. А что это такое? Я не знаю. И я за короткое время открыл, что мое счастье, оно очень простую формулу имеет. Любовь. Там должна быть любовь. Любовь. И как-то мне пришло, что там должно быть раскрытое сердце, что это должна быть безусловная любовь. Что это не любовь к женщине, не любовь к детям. А безусловная любовь. И я просто поставил задачу своим консультантам, тогда у всех были консультанты, делаю руками кавычки, найдите меня человека, который мне это откроет, который даст мне, который научит. И они меня нашли в Индии такого гуру, или там почитает его за Бога, Амма Пагаван. И я заплатил деньги какие-то там, собрал сюда ехать. Приехал человек, проверил, на какую ступень я там готов пойти. И за два дня до вылета я что-то так закусился, что сейчас какой-то индиец будет открывать мне там сердце. А еще вот у меня никого критета перед Индией не было, эзотерическими знаниями и так далее. Просто был вопрос, и вот ответ. И я сел так в кресло, взял какую-то книжку, полистывать начал и сосредоточился на слое любовь. Вот что я умел, это сосредоточиваться, концентрироваться на какой-то мысли. И я сосредоточился, и через два часа у меня рассталось сердце, потекла любовь. Я реально увидел эти энергии, это единство со всем сущим. А потом я ехал в Индию. И когда я из Индии вернулся, то через месяц я круто изменил, кардинально изменил свою жизнь. Слушайте, интересный факт. 30 лет, потому что когда мне тоже было 30 лет, я поняла, что я абсолютно не хочу жить так, как я живу. И в 30 лет я также кардинально изменила свою жизнь. Но я просто не прийдет, а у Индии, я села в медитацию и набила себе татуировку любовь. Ну, смотри, как будто видишь, что ты умная, а я медитировать не умел. Спасибо. То есть, по факту, путь начался с того, что я признал правду, что я несчастлив, и что я несчастлив, потому что я не умею любить. А в чем ты люблялась на неумение любить? Ну, я влюблялся на две недели, через две недели все проходило. После этого оставалось разочарование, пустота, боль от утраченных чувств. Да даже не боль от расставания, а просто боль от того, что вот он был, был пожар у людей. И раз, и она закончилась. А я при этом 10 лет в браке. И верный муж, и все дела. И сначала, конечно же, я упустился во все тяжкие кардинальные изменения в свою жизнь. Вершил из брака, поставил все бизнесы на продажу. И впустился изучать свое счастье, как все, внешними способами. Оказалось, что внешнее не дает этого счастья. Внешнее, наоборот, тебя опустошает, забирает твою энергию. Я, по итогу, вместо того, чтобы получить кэш в миллиардах, исчисляемый за свои бизнесы, я все потерял, просто забрали. Прошел через испытания серьезные уголовных дел. Пока это все... Все попробовал, ты посмотри на него. Три с половиной года проживался в величине апокалипсис. Но я уже знал, чего я на самом деле хочу, и шел к этому целенаправленно каждый день. А были моменты, когда вера все-таки терялась, или вот это вот чувство, оно уходило куда-то? Ну, у меня, вот этот стержень, чувство долга. Чувство долга, оно забирает энергию. Оно, с одной стороны, является вершиной эволюции приматов, вот так антропологи говорят, да, чувство долга, чувство перед группой. С другой стороны, оно самое емкое по поводу энергии, оно опустошает. А с третьей стороны, вот для меня это стало стержнем. Потом я просто, ну, там не было понятия веры, там был стержень вот этот. Ну, мне нужно это сделать, я должен это сделать, я хочу это сделать, я иду к этому. Слушайте, так на самом деле, это очень уверенно, очень интересно, когда человек знает, куда идет, потому что большинство людей, они просто идут и не знают, идут и не хотят, а самое главное хотеть и знать. Это, наверное, потому что была цель какая-то, да? Без цели, наверное. Это внутренняя честность. Ну, просто вот я в 30 лет задался вопросом и осознал, я несчастлив, но, наверное, должен быть счастлив. Наверное, должны вот все эти галочки в жизни, квартиры, машины, дома, деньги, пароходы, да, они должны принести счастье. Они приносят. А мы продолжим. Вот, что же принесет счастье, мы узнаем с этим, скоро, да? Да, после близких, вискре, а вот. В Telegram-канале, в Telegram-канале, да, есть много интересного. И одно из них, это встречи. То есть, как часто они проходят? И в каком форуме? Часто. В живом. В живом. Только живое. Ну, почему? Есть онлайн эфиры по запросу, но мне больше всего нравятся живые встречи. Вот вчера у нас была встреча на тысячу человек. Был форум «Деньги и духовность». Меня тогда пригласили спикером, вот, я замыкал это мероприятие и напомнил людям, что не деньги и духовность – это не баланс, а просто духовность должна быть настоящая. Слово «дух». Вот если в тебе есть этот дух, то дух не может быть нищим, дух не может быть трусливым, дух не может быть обделенным. Да, вот в тебе, если есть дух, у тебя есть богатство, сила, премудрость. А если деньги же в энергии? Деньги – выражение энергии. Одно из выражений. Здоровье – выражение энергии. Отношение – выражение энергии. Деньги – выражение энергии. Деньги – это не самостоятельная энергия. Слушай, энергия – это любовь. Очень интересно, что любое высказывание – это просто любовь. Это любовь. На самом деле я тоже верю в любовь, мне просто интересно. Просто не та любовь, безусловно любовь, в которой есть Бог. Да, очень сложно прийти к этому понятию, как безусловно любовь. Я к нему тоже иду, и удивительно, я тоже начала это делать после 30 лет. Это, наверное, откровенная точка, да, у всех? Может быть, не у всех, конечно, но, Бог, чтобы у всех. Что-то у всех. А я все возвращаюсь к встречам. Какие вопросы чаще всего обсуждаются на встречах? Как стать счастливым, как быть счастливым. А в какие чаще приходят те, у кого все есть, или у которых ничего нет? Ну, я имею в виду материальные благи, блага. Раньше приходили те, кто в серьезной проблеме, потому что обладая вот этими навыками работы с сознанием глубинными, которые меняют реальность. Угу. Я был в точке притяжения, как там написанный бизнес-тренер, да, для людей, которые столкнулись с нерешаемыми проблемами в жизни. Бизнесы, финансы, нелечимые болезни, уголовное преследование там и так далее. И вот традиционные методы они не могут их решить. Вот они приходили, и я тогда за большие деньги это все помогал им осознать причину в себе. То есть не я за них решал, а помогал увидеть, как это связано, как причина в твоем сознании, твои скрытые желания, твои скрытые верования, твои убеждения, твой паттерн чувств, как ты чувствуешь, формирует твою реальность. Если ты с этой причиной разберешься, реальность изменится. Угу. А вот у меня вопрос, прости, я просто очень хочу вас задать. А сейчас? А сейчас? А сейчас все больше приходят люди, которые, которые думают, что они счастливы, но вдруг обнаруживают эту правду, что они несчастны, то есть у них нет проблем, но они просто начинают искать активно, искать, открываться, что такое любовь, что такое полнота жизни, ушли в духовность, потеряли деньги, а как тогда, что такое, где духовность, и где деньги. То есть у них появляются серьезные вопросы о смысле жизни. Вот. О смысле жизни. Вот такие люди приходят. А вот вопрос, да, я вам не задала. Чтобы помогать другим, нужно быть сильным, правда? А как ты ответишь на то, есть ли у тебя слабости? Мои, мои, нет, просто мои слабости – это моя сила. Я думала про ограничения, про ограничения же с этим. Ну, например, лучший способ помочь человеку освоить, узнать, познать свою силу – это попросить его помощи. То есть в этот момент я как бы встаю в позицию слабого. Я прошу о помощи, но это позиция на самом деле силы. Да. Я прошу о помощи, как отец. Просит ребенка о помощи. Я справлюсь без ребенка, справлюсь. Но я хочу, чтобы он становился сильнее, хочу, чтобы он познавал свои навыки, раскрывал свои таланты. Я прошу его помощи, и он горд мне помочь, он хочет в этом участвовать, сила в нем раскрывается. То есть такой мудрый подход, да? Как бы я знаю, что я справлюсь, но мне нужна твоя помощь, чтобы просто заставить… Не для меня, для тебя. Для себя, да. Как в том фильме. Он все время дарил мне меня, а вот этот мальчик подавил… Он все время дарил мне себя, а вот этот мальчик подавил мне меня. Вот люди, которые дарят нас самих, а не себя по кусочкам раздарят, вот они важнее, а не ценнее. Я слышала, кстати, фразу, когда говорят, мы любим людей не за токим, а не есть, а за токим мы чувствуем себя рядом с ними. Да, и не любим тоже. Это, кстати, моя любимая фраза. Слушайте, мы должны немножко прерваться на песню, у нас сейчас на радиушках «Ахатээконмии», мы скоро продолжим. Пожалуйста, Сергей, вот о каком самом трудном решении, какое самое трудное решение ты принимал в жизни, о котором ты помнишь? И в общем можно ли его назвать трудной? И почему она трудная? Уйти из семьи. Это сложно. Но это было единственное. Я принимал дважды это решение, и оба раза было трудно. Но жизнь семьи изменилась тоже сейчас в лучшую сторону. Да, конечно. Вот самое главное. А вот, получается, бизнес и философия идут туда параллельно? У меня нет бизнеса. У меня нет философии. А почему ты был бизнес-тример? Я не знаю, кто вы передали. Это неправда. Это неправда. Ну хорошо, кто-то тогда. Вот в рамках каких программ… Как ты себя чувствуешь? Да. Как ты проводишь свои занятия? Человеком. Я себя чувствую человеком в его наивысшем потенциале, воплощающем наивысший потенциал. Мне в этом очень хорошо. А если это… Вот ты считаешь, что сейчас больше людей стали любить? Или изменилась ли вообще концепция людей? Я вчера ехал в такси, и таксист говорит, а им запрещено, говорит, дорогие представительские машины, им запрещено, говорит, с клиентами, да. И он вдруг поворачивается и говорит, а вы знаете благую весть? Я говорю, какую? Он говорит, планета возносится, все сдают сейчас свой экзамен. Я говорю, какой экзамен? На любовь. Каждый человек в отдельности, и все человечество вместе. Вот такой вот таксист. Ну вот это ответ, мне кажется. То есть вселенная с нами общается? Мы же все-таки одно целое или нет? Мы есть вселенная. Никакой вселенной отдельно от нас не существует. Она есть проекция нашего сознания. Вот это надо осознать. И это мы с собой общаемся. А как изменилось твое окружение, когда ты вот сменил так кардинально свой путь? Кардинально. То есть вообще... А ну несколько раз кардинально менялась. Ну вообще никого не осталось из прошлой жизни? Ну скажем так, друзья детства. Они остались? Считай так. Нет, они остались, просто в твоем понимании не осталось. В моем понимании осталось, поэтому это была пауза. Я их люблю, я их ценю, я рад, что они есть на этой земле. Спасибо, что они со мной. Они просто сейчас не могут быть со мной. Сейчас просто они на своем пути. Ну то есть я уже немножко понимаю, как работает безусловно любовь, если даже они не с нами. Мы все равно их любим. А у меня вопрос. Что это за такая игра «Причина во мне»? Классная игра. Ну, вот вы уже поняли, да? Что мой посыл, что причина всего, что с нами происходит в нас самих, в нашем сознании. Нечего пенять на зеркало в реальности, да? Коль у рожи крива надо с этим разбираться. Разбирайся со своим сознанием и изменится отражение. А потом я искал пути, как достучаться до сердец человеческих. Ох, ты какое красивое небо в Москве. Крест прямо сейчас только что был. И понял, что люди любят играть. Люди любят играть, люди любят проводить время вместе на досуге. И люди любят познавать себя. И вот я соединил эту концепцию воедино в игре «Причина во мне». Ты играешь вот на своих встречах? Ну, не я играю. Я давно уже не играл сам в эту игру. Потому что для меня лучшая игра – это жизнь. Вот это для меня игра. Вот мне она нравится. То есть ты живешь свою жизнь сегодня, здесь и сейчас? И ты не строишь планы на будущее? Смотрите, я в концепции пятого измерения. Вот если бы вы об этом сказали нам, да? Пятого измерения. Я когда-то 15-17 лет назад запустил мир. Судя опять до движения целое. И смысл у него в том, что все реальности все существуют. Как вот мы сейчас на радиостанции. Как радиостанции в эфир они вещают. А вот вопрос в том, на какую ты волну настроишься. И то, на какую волну ты настроишься, зависит от уровня твоей энергии. Поэтому вот этот вот переход по уровням реальности – это и есть пятое измерение. То есть здесь на нижних уровнях у тебя все плохо. И там нет правильных решений, нет правильных действий, которые приведут к тому, что будет хорошо. Будет все плохо, потому что там нет энергии. А на верхних уровнях, где энергии у тебя много, там все хорошо и там нет плохих решений. Там все решения хорошие, там все подстраиваться под тебя. Вот эта энергия, источник ее – это любовь. А вот, кстати, ты меня хребил немного. Я хотела задать следующий вопрос. В чем разница между 3D и 5D? Вот в этом разница. В 3D мы пытаемся в трехмерном мире выжить на ограниченном уровне энергии. И здесь эти законы работают. Если где-то чего-то прибыло, в другом месте убыло. А в 5D мы работаем с увеличением энергии. То есть в 5-м измерении мы переходим по уровням реальности, настраиваясь на другие радиостанции, где все хорошо. Вот сейчас мы настроились на радиостанцию «вышка». Прямо «вышка», понимаете? Высшие вибрации. Высшие вибрации. Слушай, мне нужно в 5-е измерение. Потому что мне всегда приходится что-то отдавать, чтобы что-то получить. И я себе говорю на занятый стул, никто не сядет. Надо увеличить энергию. Как увеличить? А можно поставить стул еще один? А мы узнаем совсем скоро, да. Потому что нам Сергей все расскажет. Пока музыка на радио. И Долмар, до этого мы говорили, что автор курсов, преподаватель, писатель, консультант, бизнес-тренер. Но теперь мы уже даже сами не знаем, как все-таки дается определение этому феномену. Да? Да, да, Ирма. На самом деле, вот я сижу вот уже полчаса, даже больше. Вот та зафига. Все открытым ртом. Все с вами понятно. Ну вот, что, мы на самом деле задали уже очень много вопросов, но вот есть ли? Но они есть. Но они есть. Ох, хорошо. Слушай, я зависла на самом деле. Можно вот я? Давай. Как соединить, совместить, можно подобрять много слов духовное и материальное? Понять, что они несовместимы, а это одно является источником другого. Настоящее духовное, присутствие силы, духа, любви, Бога в тебе внутри. Не внешнего религиозного эгрегора, а внутри в тебе. Вот это раскрытие этого источника является причиной материальных благ в том числе. Отношений. Успеха. А бывает такое, что ты вроде стал вот таким вот, на вот этот путь духовности, а потом ее, допустим, потерял. Надо как-то вот поддерживать это какими-то ритуалами. Конечно. Это не ритуалами. Надо понять, что на этом пути нет победителей. На этом пути есть побеждающие. Я опять зависла. Ну то есть это надо побеждать постоянно. То есть от мгновения к мгновению. Если, как я вам в предыдущем отрезке сказал, если я теряю любовь, то есть я не постоянно в этой любви. Если я ее утрачу по каким-то причинам, неважно кем, намеренно или случайно, я в нее возвращаюсь. Вот это победа. Вот это побеждающие. Как начать любить снова, если меня бросили? Мы же с вами про другую любовь, да? Я с этого и начинал. Трагедия в том, что вот эти вот любови, которые влюбленностью, они быстро заканчиваются. И оборачиваются осадком неприятным. А мне кажется, я даже знаю почему. Потому что у тебя внутри нет любви. Потому что у тебя вот этой источника настоящей любви нет. Это гормоны сыграли с тобой злую шутку. Но хорошо, мы хотя бы знаем к чему стремиться. Когда мы начинаем открывать в себе эту безусловную любовь, то здесь самое главное, самое главное, если мы ничего остального не успеем сказать, это захотеть. Просто осознать, что у тебя ее нет, что ты ее очень хочешь, потому что это твоя истинная природа. И из этого рождает сильное желание. Если у тебя желание есть, то вот я как автор концепции физики сознания, которое говорит о том, что весь материальный мир, включая наши чувства и наше бытие, обеспечен антиматерией. Это на квартовом уровне, да? Материя и антиматерия. Вот эта антиматерия – это наше желание. Вот если желание есть, антиматерия сформировалась, все, под нее сформирован материальный путь. Под нее сформировано уже решение. Если желания нет, технические навыки ни к чему не приведут. Просто шаги, один, два, три, четыре, микроинструкции сделай так и получишь любовь. Нет. Желание нужно. Сильное желание. Ну это по типу трансерфингной реальности, которую описывал Зеланд, нет? Чистично как-то затрагивает, мне кажется. Это когда желание сердца и головы в унисон работает, тогда у тебя все сбывается. Ну и, возможно, сначала у соседа, но это показывает о том, что это, значит, возможно, захотеть еще сильнее. Это так? Вам близка, кстати, концепция психологии? Зеланда я читал когда-то. Консультанты мои, в кавычках, мне это рекомендовали. Я прочитал, но я однажды написал книгу «Пятое измерение» и отправил ее в издательство, где издали книжку Зеланда с подписью «Зеланд написал 100» и я объяснил, как это работает. Вот, переход по уровню реальности. Основное, что Зеланд там открывает, это переход по уровню реальности. Мне в ответ написали «Книжка классная, мы ее обязательно издадим, добавьте еще страниц 500». Я понял, что надо писать книжки-малышки. У меня штук 30 книжек написано, там по 5-15 страниц, где сухо, сжато, без воды, сама суть. А где можно найти эти книги? В интернете, наверное, есть. Я сейчас не занимаюсь их распространением, не слежу за их судьбой. Когда-то они стали очень дорого, как все, что я делал, для того, чтобы зацепить внимание, чтобы показать людям, что это очень ценно. А теперь это все свободно распространяется и я рад этому. Слушай, я обязательно почитаю, потому что я почитала Зеланды, и я знаю, что, как, я вот хочу узнать. Надо искать просто Сергей Долматов, Радомир. Вот мое звездное имя, от которого я трижды отказывался, и она трижды приходила, Радомир. Вот поэтому Сергей Долматов, Радомир, если вы наберете там в интернете, то вы получите… А как пришла идея писать книгу? То есть, что это за вдохновение? А это вот когда ты полон, тебе хочется это излить. Ты изливаешь это в стихах, ты изливаешь это на живых встречах, ты изливаешь это в общении. Ну, типа, кому надо, тот найдет, а если ты лезешь, типа, это как гордыня, да, это не нужно делать. Ну, в том числе. Ну что, в конце концов, мы сейчас перейдем на короткий перерыв. По-другому. Как по-другому? Как по-другому посмотреть? Слушай, он ломается, они все просто мои стереотипы. Так, Сергей, а у нас совсем немного времени, поэтому расскажи, пожалуйста, подробнее, что вообще ждет? Где можно смотреть твои встречи, которые, мы знаем, ты проводишь в рамках помощи людям? Да нет у меня никакой помощи людям. Ну так. Просто мое счастье увеличивается за счет того, что увеличится счастье у других людей. Когда открываются сердца, я это чувствую приливом любви. Когда любовь увеличивается, моя любовь во мне вырастает. Это мое счастье. Нет этого хорошо. Я никому не помогаю. А есть ближайшая встреча, где можно было все-таки прийти и поделиться этой любовью? У нас сейчас идет мировой тур, он называется «Сила, истина, любовь». Мы в разных странах, в разных городах мира проводим эти встречи. И сейчас в Москве, сегодня будет встреча. 2 часа. Где-то. Наберите мировой тур 5D в интернете «Сила, истина, любовь». Может быть, в телеграм-канале можно узнать информацию? Наверное, можно, но у меня нет ни телеграм-каналов, ни гаджетов. Люди организуют встречи, я приезжаю. У тебя нет телефона? У меня нет телефона. Боже, человек, а как ты нашел тебя на дорогу? Тебе привели? Меня привели, да. Бывает так, если мне реально нужно с кем-то связаться, позвонить, не хватает вот этой связи Wi-Fi и любви, не дотягивает друг в своем родине. Я оборачиваюсь по сторонам, вижу человека, знакомого, который знает того человека, которому нужно позвонить. Я подхожу к нему и прошу привет, набери мне того человека. Он набирает, я говорю, мы обнимаемся и расстаемся, идем дальше. Мне кажется, несколько выпусков надо было посвятить ему, как прожить в современном мире без телефона. Сергей просто победил этот мир, понимаешь? Он вообще просто сломал всех и все. Так, ну, что бы ты сам хотел вообще такое ценное сказать слушателям? Самое главное – это любовь. То есть ее нужно искать не потом, набирая 2% счастья после успешного успеха, а как причину всего. Нужно открыть свое сердце, нужно наполниться любовью. Любовь – это сила, любовь – это наслаждение, любовь – это блаженство, любовь – это чувство, любовь – это энергия, которая дает нам все. Вот если у тебя это будет, и это истина, это предельная истина. Вот больше этой истины нет, любовь превыше всего. Если у тебя любовь – это будет, у тебя будет связь с этим источником, у тебя все остальное приложится. Вот. Материальное следствие, духовное, как сейчас у нас президент указ издал, да, 800 какой-то там, 8-й, 809-й, что духовное превалирует над материальным. У нас теперь официально с позиции государства, что духовное превалирует в духовное выше, чем материальное. А на самом деле, духовное в корне всего материального. Это нужно осознать, признать, и вариантов нет. Старой мы вернуться не сможем. Мы перестали гнаться за благосостоянием внешнего. Мы должны осознать, что наше счастье состоит из трех вещей. Это любовь, это сознание творца, когда причина во мне, а не во внешних обстоятельствах. И это мой талант, который является следствием первых двух. Ребята, это надо будет переслушать весь эфир, потому что я сейчас просто у меня... Чтобы это все отдумать, понятно, конечно. Да, потому что все-таки у нас глубокие вопросы. Есть телеграм-канал, где можно узнать всю информацию по встречам. Да, можно просто забить в поиске Сергея Долматова. Сергей Долматов, Радамир. Потому что Сергей Долматов там много. Там очень много, а Радамир один. Так, ну что, что мы скажем? Сергей, это на самом деле было очень интересно. Я, как человек, который также в открытии след задался вопросом, как жить эту жизнь и жить ее в любви, прийти к понятию, безусловно, любви. Это очень классно, мне это очень отвлекается. И я думаю, что ребята, которые пропустили, они, наверное, много потеряли. Ну, я думаю, что главное, мы говорили все-таки в каждом выпуске, и столько информации можно найти в интернете, да? Просто главное знать, как правильно забивать. Захотеть. А дальше путь простроится. Это физика. А есть такой момент, что нужно правильно задать вопрос? Да? Правильно задать вопрос? Да. На каком-то уровне, да? Ну что, ребята. Ну, а правильный вопрос – это всегда причина во мне, и для чего именно я этого захотел. Вот правильный вопрос. Ну что, ребята, мы с вами прощаемся. Это было Шо Анатольев.